Вообще любым. А моя специальность, это я говорю для критиков на всякий случай, радиоактивность. Я был и остался профессионалом в измерениях радиоактивности. Я считал, что это совершенно не имеет отношения к этим топом. Но радиоактивность, там было всё ясно. Там распределение Поросона, после Розефорда и прочих великолюбий, мы всё там знаем, и делать там нечего. И уже будучи много лет профессором физического факультета, я просил дипломницу Таню пойти на автоматах, померить радиоактивность для контроля, чтобы не было этого явления. Я же там знаю, что ничего нет. Она мне принесла, это был 79-й год, принесла распечатки. Я нарисовал детальную картину распределения, и мне стало нехорошо. Вот это свойство меня поймут те, кто слушает, кто занимается наукой. Тошно. Картинка была в точность такой, в Москве измеренной, как у меня впущена за 100 километров с химией. Там был химический, а тут радиоактивный. Что такое тошно, это значит нет силы работать. Мыслей нету, и я прекратил эту работу. Я выдержал прекращение почти год, не мог приступить. А в декабре, в декабре 80-го года, ну, надо преодолеть, было два счётчика. И мой любимый коллега, бывший студент Вадим Иванович Барусков, нехотя, понимая, что это чушь, взял два счётчика, не зави, два автомата без человека, два одинаковых препарата, и померили по 250 раз каждый. Нарисовали две картинки, и нам вдвоём стало тошно этот раз. Вадим Иванович сказал, что это не может быть. Они похожи. Это же независимый процесс, а радиоактивность, это классический случайный процесс. Когда хотят получить случайный процесс, делают или теперь на компьютерах генератор случайных чисел, или радиоактивность. И вот с 80-го года, 22 года ежедневно, я теперь занимаюсь радиоактивностью. Это же моя специальность. Я знал, что там этого нет, а там всё это есть. Так вот, тезис. В любых процессах мы за эти годы посмотрели химию, биохимию сначала, движение численности в электрическом поле, магнитные явления, все виды радиоактивности, альфа и бета совершенно разные, сильные взаимодействия, электрослабые взаимодействия. И всюду одно и то же. И стало ещё раз тошно. Это всякий раз кризис. Это вообще, я думаю, что вообще-то это вынести можно было только сильно не сумасшедшим. Сильно не сумасшедшим. Не сдвинуться тут очень трудно, потому что как же так? Дело в том, что, например, радиоактивность альфа-распад отличается по диапазонной энергии от какой-нибудь химии на 30 порядков. Это невообразимо. А когда мы потом смотрели лабораторию Валентина Николаевича Руденко, он не знает, что я это сегодня буду говорить, гравитационная антенна, он там гравиентная антенна, там 40 порядков различий. Это шумы совершенно ничтожные. А распределение амплитуд вот такое же хитрое. Очень сложное. Наборы фигур разнообразные. Это я тут нарисовал две одинаковых. Там целая коллекция может составить, типы иероглифов, коллекцию реализуемых фигур. Теперь, можно подумать, что это разные состояния. Нет, это состояния, все укладываемые в одно нормальное распределение. Это не могут быть вероятности распада. Не так, что есть атомы такие и сякие, это всё однородно. Это что-то другое. Итак, тезис. В любых процессах физика абсолютно разная. Ничего общего между процессами нет, а картинки одинаковые. Я не сразу. Это, вот то, что я рассказываю, я и сейчас волнуюсь, но тогда каждый раз это было совершенно, ну, это перенапряжение, потому что это не входит в сознание. Как могут? Процессы совершенно. Ну, кроме вывода, значит, дело не в энергиях. А в чём? В общем, между ними ничего нет. Следующий этап в этих работах вот такой. Берем два счётчика. Мы с них начали, а потом это было. Один счётчик в одном корпусе, другой в другом. У них похожие картинки с высокой вероятностью. Это не значит, что каждая картинка похожа. Но если перебирать сотню таких и сотню таких, окажется, что синхронно в одно и то же время, вот теперь время пошло, у них одинаковые картинки. Дальше понятно. Мои друзья в инженерном физическом институте, в МИФИ, меряют альфа-радиоактивность в Москве. Мы в 120 километрах в Пущино меряем что-нибудь другое, химию или бета-активность. Получаем картинки на 100 километрах синхронно, потом только потому, что мы на одном меридиане. И поэтому так. Начали разъезжаться Ленинград, Москва, Пущино, Томск, Пущино. И всюду находим похожие вещи, но с Томском плохо, потому что это далеко. И вывод. На одном и том же меридиане с высокой вероятностью в совершенно независимых процессах получаются картинки. Я могу потом показать, здесь очень трудно. Показывать эксперимент, так сказать. У меня всё опубликовано в статьях. Они регулярно выходят. Кому захочется, прочтут. Итак, от природы процесса не зависит. Синхронно получается. И следующий шаг, следующий этап. Был вот какой. Значит, я смотрел, какое расстояние по времени, какой интервал времени разделяет наиболее вероятные картинки. И получаю вот такую вещь. Значит, это теперь по оси абсцисс. Интервал по времени. А здесь сколько раз встречались сходные картинки. И картинка выглядит вот так. Наиболее вероятно, чаще всего, встречается сходный, вот так я буду столбиками рисовать, ближайшие соседи, вот эта первая соседка, подальше, подальше. А потом, это называется эффект в нашей лаборатории, эффект ближней зоны. Потом эта вероятность падает, ну, проходит какое-то время. И критический момент. Через сутки, вот здесь 24 часа, снова растет. Ну, и так же вот здесь вот есть меньше, вот так оно. А вот то, что есть суточный ход, это было поразительно. Это значит, что синхронно с вращением Земли что-то происходит. Больше не на что свалить сутки. Ну, нормальные экспериментаторы скажут, сутки, человеческая деятельность, нет. Это радиоактивность, это автомат. Здесь нет никакой ни температуры, ни температуры, вот это ответственность нашей лаборатории. Никаких мыслимых, вообще на радиоактивность нельзя повлиять. Ни одним земным способом на нее повлиять нельзя. Я бы на белках, там, на химии, что-нибудь мог придумать. А здесь думать нечего. Тупой щерчик выдает суточный ход. И отсюда мысль. Мысль вот какая, первая мысль. Земля. Значит, вот так начинается выход в космос. Вот она, Земля. Ну, не знаю, как она рисует. Пусть. Вот она вращается вокруг своей оси. И померит того, как... А вот наша лаборатория... Ну, пусть вот здесь вот будет наша лаборатория. Померит того, как лаборатория выдвигается. Под данную картину, окружающую нас... Ну, и мне нравится слово, понятие хрустальный свод небес. Вот повернули под эту звездную картину, или не в другую, солнечную, лунную, и проявляется такая картинка. Отсюда следовал вывод. Если так, то в других местах, на других меридианах, появится с высокой вероятной такая картинка, когда Земля повернется на то же самое местное время. Этот опыт... Ну, был встречен неестественным. Так, как и все предыдущие опыты. Так сказать, вот... Ну, с сильным недоверием. И тут Татьяна Александровна Зенченко, которая, наверное, сейчас смотрит, с Константином Игоревичем Зенченко же. Поехали... Не куда-нибудь, а в институт Макса Планка в Германию, где все люди знают. Ну, вообще, все люди все знают. Они вынесли там тяжелейший семинар. Как на них там кричали, можно себе представить. Но нас поддержал замечательный человек, директор этого института, Лорд Аксфорд. Профессор Аксфорд как-то сам приехал в Пущино, слушал, молчал. И я очень смущал, что он потом скажет. Он сказал, что это так интересно, давайте опыт. Поставили опыт. Линдау находится от нас, это в Германии, где Макса Планка институт, на 2 часа времени. Там и радиоактивность, тут и радиоактивность. К сожалению... Ну, я не буду в международное отношение. Они вялые, они довольно люди. Увидя, там один только прокойный, ныне доктор Вилкин, с нами работал. В общем, получили, что на расстоянии 2 тысяч километров, с точки до нескольких минут, оправдывается идея местного времени. Я об этом еще не успел толком рассказать, как мои друзья, Владимир Леонидович Воейков, который был у вас здесь, и Лев Владимирович Белоусов, работая совсем по своим темам, один в Германии около Дюссельдорфа, а другой в Москве, поставили по моей просьбе замечательный опыт. Живая реакция, это вообще речь. 7 сентября 99-го года я докладывал, 25-го они уже стояли опыт. Два фотоумножителя, шумы, которые, амплитуда шумов в темноте, без света, флюктурируют. На очень хорошую установку. Один в Дюссельдорфе, другой в Москве. И вот только что защитил диссертацию, опять же, мой друг Максим Федоров, аспирант, который досрочен. Он обрабатывал их результаты. С точно до полутора минут одна и та же картинка, вот этот дистаграмм, наблюдается на этих огромных расстояниях.